Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Сотрудники МЧС спасли женщину и троих детей. В деревне Рудня Мозорского района произошел пожар в квартире. Последствия стихии ЖКХ ремонтирует кровли, а работники Гомеленерго меняют сломанные столбы. Затеял ремонт, соблюдая правила безопасности. За неделю несколько человек упало со строительных лесов. Велосипеды и мотоциклы. Наши корреспонденты выяснили, почему в регионе наблюдается рост ДТП и погибших с участием вело- и мототехники. О правилах безопасного вождения двухколесного транспорта поговорим со заместителем начальника управления ГАИ Гомельской области Сергеем Бондаренко. А также суперторнадо в Китае, извержение вулкана Стромболи и гонка ада по ледяному склону горы. В рубрике «Я очевидец». И начнем с обзора происшествий за неделю. Один погибший, четверо спасенных. Пожар в деревне Рудня Мозорского района унес жизнь 40-летнего мужчины. Его соседку с тремя детьми удалось спасти. Сообщение о возгорании квартиры по улице Советской спасатели получили около второго часа ночи. По прибытии на кровати в горящей комнате они обнаружили хозяина квартиры. Его передали медикам, однако те лишь констатировали смерть. Параллельно проводилась разведка всего дома. Из соседней квартиры спасатели вывели в масках 30-летнюю женщину с тремя ее несовершеннолетними детьми. По предварительной версии, причина возгорания – неосторожность при курении. Порыв линии электропередачи, сломанные деревья, перевернутые торговые палатки и поврежденные авто в регионе подсчитывают ущерб от непогоды, которая разыгралась в понедельник вечером. Стихия обрушилась на Гомельскую область в виде дождя и шквалистого ветра. Его порывы были выше 30 метров в секунду. Натиска не выдержали ветхие деревья, крыши домов, павильонов и остановочных пунктов. В Житковичах буря потрепала кровлю местной гостиницы. А это Гомель штормовой ветер поднял с детской площадки беседку и покатил ее по двору прямо на припаркованные автомобили. Досталось и частному сектору. На окраине города очевидцы сняли похождение ветра среди домов и коттеджей. Ураган вырывал деревья с корнем. На Мазарово с площадки около Ледового дворца на дорогу отнесло шатер от сцены. Ветер сорвал даже часть Прутковского рынка. Трасса Чернигов-Гомель оказалась заблокирована из-за упавшего дерева. Всего же было зафиксировано более 300 случаев падения деревьев. Пострадали 23 автомобиля и 37 домов. Одно дерево рухнуло на железнодорожные пути. 15 машин МЧС и 30 человек личного состава принимали участие в ликвидации разрушений, плюс около 400 работников других организаций оказывали помощь. Сотрудникам Гомель Энерго предстоит поменять 6 бетонных столбов, которые под воздействием ветра поломались как спички. 39-летний водитель Фольксвагена, совершая обгон в Ветковском районе, миновал столкновение, однако выехал на обочину и пробороздил поле. ДТП произошло на улице Ветковская в деревне Золотой Рог. В ГАИ сообщили, водитель микроавтобуса не справился с управлением, когда совершал обгон по встречной полосе. Машина получила повреждения, а водитель – травмы. В больницу доставлена женщина из автомобиля Форд Фьюжн. В Будокошелевском районе владелец иномарки не справился с управлением и также съехал в Кювет. Обгон водитель не совершал, но, как предполагают в ГАИ, просто отвлекся во время управления своим авто. В мгновении машина получила обширные повреждения. Госпитализация понадобилась 35-летней женщине-пассажиру, которая находилась на заднем сидении. В ГАИ напоминают, что внимание – главное условие безопасности в пути. Строительство или реконструкция зданий – достаточно трудоемкий и длительный процесс, требующий специальных навыков и соблюдения трудовой дисциплины. Стоит хоть на мгновение отступить от требований техники безопасности, и работник на долгое время может стать пациентом больницы. О последних происшествиях на стройках и их причинах в следующем материале. 30 июня в областную больницу из района индивидуальной жилищной застройки Романовичи-1 с множественными переломами ребер, повреждением легких, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга доставлен житель Гомеля. Во время проведения строительных работ на своем участке мужчина оступился и упал с двухметровой высоты на бетонную плиту перекрытия возводимого им дома. Пенсионера доставили в больницу. Он находится в реанимации. Медики борются за его жизнь. Чуть раньше в эту же больницу и также из Романович был доставлен грузчик одной из строящихся торговых точек этого населенного пункта. По предварительным данным, 48-летний мужчина, будучи с утра отстраненным руководством предприятия от своих обязанностей за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, в обед забрался на строительные леса и принялся обшивать фасад здания металлическим сайдингом. Во-первых, работник должен иметь профессиональную подготовку при выполнении работ, пройти обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. В обязательном порядке при работе на высоте должен пройти медицинский осмотр. То есть все какие-то проемы, куда возможно падение, должны быть перекрыты сплошными настилами. Все перепады по высоте более 1,3 метра должны иметь ограждение. В случае невозможности его применения должны применяться предохранительные пояса. В обязательном порядке работники должны использовать средства диналь защиты, то есть выданные защитные каски. При применении строительных лесов они должны быть установлены, закреплены, приняты в эксплуатацию. Ну и, конечно же, нельзя допускать работников к работе в состоянии алкогольного опьянения. Работник упал, сильно ударившись головой об асфальт. Уже небольшие концентрации тела алкоголя в крови значительно влияют на вестибулярный аппарат человека и ухудшают координацию его движений. В связи с этим при работе на высоте весьма вероятна возможность падения. Также надо отметить, что падение даже с небольшой высоты может вызывать значительные повреждения. Даже сотрясение внутренних органов вызывает разрывы печени, почек, селезенки, даже без перелома костей скелета, что может вызвать массивное внутреннее кровотечение и закончится смертельным исходом. От удара мужчина потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии комы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Врачи предпринимают максимум усилий, чтобы пострадавший мужчина остался жив. Известно, что проезжая часть – зона повышенной опасности. Это значит, что риску подвергается любой участник дорожного движения, будь то пешеход, водитель фуры, легковушки или велосипеда. При этом замечено – колес меньше, опасности больше. Наш корреспондент Наталья Игнатенко разбиралась, так ли опасно, как принято считать мопеды, мотоциклы и велосипеды, и как безопасно для себя и других участников дорожного движения управлять двухколесным транспортом. Двухколесный транспорт всегда был популярен у населения. Он привлекал легкостью, мощностью и маневренностью, чего не скажешь про автомобиль. Однако при очевидных плюсах есть неоспоримые минусы. Один из них – водитель такого транспортного средства – гораздо меньше защищен от травмы, чем водитель автомобиля, которого может уберечь корпус машины. Решающее условие благополучных поездок на мотоцикле – строгое соблюдение ПДД. Даже имея приличный стаж вождения, никогда не стоит расслабляться за рулем и уж тем более лихачить. Мото-сообщество Гомельское, оно в основном свое очень дисциплинированное и порядочное. И оно тоже не хочет, чтобы на них из-за какого-то мотохулигана, на них, на этих людей, которые действительно любят мотоциклы, соблюдают правила дорожного движения, клеймо было какое-то, и они нам помогают установить вот этих так называемых мотохулиганов. Потому что это как их тоже имидж. Дорога – не место для соревнований. Бессмысленные мотогонки ни к чему хорошему привезти не могут. Но если только на штрафстоянку, где хранится транспорт провинившихся водителей. Этот мотоцикл был изъят у 23-летнего гомельчанина, устроившего погоню прямо в центре города. На требования сотрудника остановиться водитель никак не отреагировал и лишь прибавил ход. Но как бы ни старался лихач уйти от преследования, спустя время его все же остановили. На нарушителя было составлено 6 административных протоколов. Ну, хочу сказать по этой технике, чтобы кто-то не думал, что мы забрали или кого-то чем-то орничили. Можно сказать, вот этот мотоцикл или мопед – это сохраненная жизнь. Потому что вы видите, по каким причинам нетрезвое состояние, не имея права управления и так далее. На этих фотографиях то, что осталось от Судзуки, которым управлял 27-летний мужчина. На автодороге Гомель-Хутор он столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем газ. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия. Трагедией закончилась и езда на мотоцикле для жителя Речицы. Видимо, в тот день он спешил и при повороте не предоставил преимущества мотоциклу, который двигался навстречу. От полученных травм один из водителей скончался на месте ДТП. Между тем, наиболее частые причины происшествий с участием мототехники – технические неисправности, отсутствие прав управления транспортным средством, нарушение скоростного режима. Дорога ошибок не прощает. Бывает, что даже обозначенный по всем правилам велосипед и наличие современной экипировки не всегда может спасти чью-то жизнь. И такие случаи не единичны. Другое дело, что зачастую неадекватное поведение самих велосипедистов необратимо ведет к трагедии. Так произошло на автодороге М10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин на территории Речицкого района. Водитель Вольцвагена наехал на 72-летнего мужчину, который двигался по обочине, но внезапно выехал на проезжую часть. Из-за полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Вообще, у велосипедистов особый статус. Они не относятся к пешеходам, но им запрещено ездить по проезжей части дороги, как автомобилям. Отсюда особое правило поведения. К примеру, ехать на велосипеде по пешеходному переходу нельзя. Следует переходить дорогу и катить велосипед рядом. Осторожность на дорогах превыше всего. По сторонам спешиваться на переходах тоже важно. Должны быть везде велодорожки. Ну, есть, но не везде, как обычно это бывает. А так по тротуару в основном. И то же самое тоже. Осторожно, аккуратно ехать. Где и как ездить, чтобы не нарушать правила дорожного движения, знают все, но не все им следует. Этому подростку еще не исполнилось 14. А это значит, что выезжать на проезжую часть без сопровождения взрослого ему запрещено. И не только это требование он нарушил, за что и был остановлен сотрудником ГАИ. Двухколесный транспорт ценит прежде всего за компактность и маневренность. Он достаточно экономичный в использовании, однако небезопасный. Именно поэтому Госавтоинспекция неустанно напоминает повышенное внимание и дисциплинированность, гарантия безопасности на дороге. Наталья Игнатенко, Андрей Иванов. Специально для программы «Дефакто». В качестве экологически чистого и полезного для здоровья транспорта жители региона все чаще выбирают велосипеды. Многие гомельчане, по примеру европейцев, в жаркие летние дни ездят на работу на двухколесном транспорте. А для молодежи это и вовсе сегодня самый популярный способ передвижения. Но так ли он безопасен в городских условиях и как нужно ездить по дорогам, чтобы не попасть в ДТП? Советы и велосипедистам, и мотоциклистам прозвучат в этой студии от заместителя начальника управления Госавтоинспекции УВД Гомельского обл. сполкома Сергея Бондаренко. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В первую очередь хочется поздравить всю Госавтоинспекцию Гомельской области с прошедшим профессиональным праздником. Спасибо. Какова сегодня обстановка на дорогах Гомельской области и именно обстановка, связанная с ДТП, с участием велосипедистов? Что говорит динамика, какова статистика? Обстановка сейчас на дорогах Гомельской области с участием такой категории участников ДТП, как велосипедисты, довольно-таки напряженная и сложная. Динамика происшествий говорит о том, что в этом году у нас идет рост по количеству совершенных происшествий дорожно-транспортных, по количеству погибших в них людей и пострадавших. Это с начала лета, либо это с начала всего мотоевелосезона? Это с начала года. С начала года? С начала года, да. Если сравнить в цифрах с прошлым годом, то что можно говорить? Если сравнить цифры по сравнению с прошлым годом, то количество происшествий увеличилось в три раза. В три раза? Да. Количество погибших, как бы это ни прискорбно звучало, то есть почему-то, потому что любой погибший, даже один, это уже плохо. Большая трагедия. Да, большая трагедия. Особенно для родственников, семьи и близких. Ну и для общества в целом. Поэтому количество погибших в этом году составляет четыре. Четыре человека. По сравнению с прошлым годом, это был один всего лишь. Всего лишь один человек. Да, поэтому видите, как обстановка именно с велосипедистами довольно-таки напряженная. И хотелось бы, конечно, чтобы она была более благоприятной и количество происшествий, конечно же, снизилось. А лучшее приравнялось цифре ноль. Очень часто велосипедисты нарушают такое правило дорожного движения, как проезд, вернее, пересечение пешеходных переходов. И делают это на велосипеде, не спешиваются. Так ли это, какие еще нарушения допускают велосипедисты? Довольно-таки часто наблюдаются такие нарушения в виде пересечения, проезжающих дороги по пешеходному переходу, не спешившись на велосипеде. Но, однако, есть и ряд других нарушений со стороны велосипедистов. Значит, это нарушения такие, как начиная от необорудования велосипедов. В темное время суток велосипедисты ездят без фонарей белого цвета, излучающих белый цвет спереди, красный цвет сзади. Движутся по проезжей части, даже при наличии тротуаров и объективной возможности движения по ним, что создает предпосылки создания аварийных ситуаций и дальнейших совершений дорожественных происшествий с участием велосипедиста. По каким причинам погибли вот эти четыре человека? Знаете, причины разные, причины разные. И какой-то общей системы, что погибшие вот в таком-то виде происшествий нет. Нельзя сказать, что они, допустим, пересекали пешеходный переход, да, и были сбиты в мотеле автотранспорта. Нет, здесь в основном это погибшие велосипедисты, и в основном происшествия, связанные с велосипедистами, это движение попутно транспорту по проезжей части дороги, что, в принципе, является небезопасным, особенно в ненаселенных пунктах, на автодорогах республиканского местного значения, когда при встречном разъезде велосипедисты страдают, когда велосипедист движется по проезжей части дороги, и, не убедившись в безопасности своего осуществления, своего маневра, начинают пересекать проезжей части дороги, либо перестраиваться, опять-таки, не посмотрев назад, что сзади в попутном направлении приближается транспортное средство. Поэтому большинство это именно за счет движения по проезжей части дороги, а не пересечения именно. Если совершается ДТП на проезжей части, то виноват может быть и водитель, и автомобилист. То есть причины разные, и виновники. Здесь системность или шаблон в определении виновников происшествий. Нельзя говорить об этом шаблонном подходе к происшествию. У каждого происшествия происходит разбирательство по каждому происшествию. Но чаще всего, все-таки по статистике, велосипедисты виноваты, либо автомобилисты? Чаще всего здесь, чаще всего из происшествий, которые произошли с участием велосипедистов, вина – это автомобилистов. Именно автомобилистов. Среди всех происшествий доля, треть – это по вине именно велосипедистов. Велосипедисты сегодня – это неотъемлемые участники дорожного движения. Хоть передвигаться они должны по тротуарам и велосипедным дорожкам, в отсутствии таковых их часто можно увидеть на проезжей части. Мы поинтересовались у гамильчан, что нужно делать, чтобы обеспечить безопасность для велосипедистов в условиях города. Внимание на экран. Может быть, больше велодорожек каких-нибудь? Ну, это было бы иррационально очень. Кажется, надо проводить больше разъяснительной работы. Когда вот я иду с ребенком, даже останавливаю их, говорю, вы обращали внимание, что здесь запрещено передвижение на велосипедах? Многие говорят, нет, я не видел. Необходимо сделать больше разметок, которые будут заграничивать дорожки для пешеходов и дорожки для велосипедистов, потому что они есть, но их очень мало по городу. Думаю, какие-то сделать зоны, чтобы можно было кататься, потому что кто-то есть любитель просто покататься, кто-то профессионально, конечно, а так, ну, в принципе, все устраивает. Какие-то, может, зеленые зоны сделать, чтобы покататься, как в парке. Ну, я считаю, что нужно по всему городу проследить, чтобы были установлены дорожки и как-то отслеживать то, чтобы на велосипедах, на каждом велосипеде были какие-то светоотражающие элементы. Может быть, сделать что-то похожее, как в Амстадаме, где у них велосипедный транспорт играет существенную роль в организации движения. Вот такие ответы, как вы можете прокомментировать и как вы можете ответить на вопрос? Ну, здесь рациональное зерно, конечно, в этих ответах есть. И самое оно перспективное – это создание концепции велодвижения в целом в городе Гомеле. И эта концепция есть. Подключены к данной работе не только сотрудники госавтоинспекции, а в том числе и органы местной исполнительской распорядительной власти. Сейчас сделана новая велодорожка на улице Пеняськово. Прорабатывается вопрос по ближайшее время создания тоже велодорожки на улице Денисенко. Ну, и в целом в дальнейшем по городу Гомелю будет также по всем районам прорабатываться вопросы по созданию велодорожек, удобных для движения на велосипедах. В сюжете, Наталья Игнатенко, мы видели, конечно, что речь шла и о мотоциклистах. Что беспокоит сегодня ГАИ с этими участниками дорожного движения? К такой категории участников дорожного движения, как мотоциклисты, сотрудники госавтоинспекции всегда будут проявлять повышенное внимание. Но это не значит, что сотрудники ГАИ во всех мотоциклистах видят злодеев, в кавычках злодеев, да? Потому что мотоциклов, как и автомобили, по городу ездит много, достаточно много. И с каждым годом количество и авто, и мототранспорта растет. И есть ряд водителей, как и автолюбителей, так и мото-любителей, которые пренебрегают требования права дорожного движения и умышленно допускают совершение нарушений ПДД, при этом небезопасно ведут себя на дороге, подвергая риску свою жизнь и жизни у других участников дорожного движения. Так вот, именно более пристальное внимание, особо пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют именно вот этой категории мото-хулиганов. В принципе, как и авто-хулиганов тоже. Поэтому вот к ним особое внимание, особенно те, которые ездят без регистрационных знаков. То есть уже мото-любитель умышленно почему-то скрывает регистрационный знак, чтобы его где-то не могли привлечь к ответственности. Чтобы управлять мотоциклом, безусловно, нужны навыки. Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает или собирается ездить на мотоцикле? Никогда не нужно проявлять излишнюю уверенность на дороге. Особенно водители, которые имеют достаточно небольшой стаж вождения, когда почувствуют уже какое-то умение у себя в руках, что они умеют уже достаточно хорошо управлять мотоциклом, подчинить его себе, его мощность, его скорость, начинают позволять себе какие-то вольности на дороге. И не надо этого делать, потому что нужно быть всегда готовым к тому, что мотоцикл – это транспортное средство, как правило, скоростное. И для того, чтобы обеспечить безопасность в первую очередь свою и безопасность других участников дорожного движения, нужно разумно управлять той мощностью и той скоростью, которая в этом мотоцикле содержится. Сергей Сергеевич, я благодарю вас за полезный и конструктивный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» – подборка происшествий и видео, снятого людьми со всего мира. В Минске 3 июля не по плану пошел праздничный салют. После начала фейерверков в трех из шести залповых установок произошли разрывы, которые прогремели на земле. В двух соседних зданиях разбились окна, а в скорую после этого стали поступать звонки о пострадавших. Ранение получили 10 человек. Двое из них в больнице. Ей жертва – это 64-летняя женщина. Осколок попал ей в шею. Следственный комитет возбудил уголовное дело и уже задержаны подозреваемые. Это два россиянина – представители фирмы, у которой Минобороны закупила пиротехнические снаряды. Сообщается, что при заряде салюта гражданами России были допущены нарушения, а именно механическое воздействие на заряды при запуске мортир. Расследование инцидента продолжается. В Минске танк, который возвращался с парада, едва не выехал на тротуар. Машину занесло и стало крутить из стороны в сторону, но механик смог выровнять ее без последствий. Кстати, это был не единственный инцидент в этом году. В сантиметрах от пешеходного перехода остановился танк в районе Дова Печати. Все обошлось. В Таиланде пьяный водитель не смог спокойно покинуть заправку. Сначала он зацепил бензоколонку, а потом две машины и мотоцикл. Мужчина сильно перебрал с алкоголем. После ДТП его извлекли из авто в бессознательном состоянии. Но обошлось без жертв. Покатились кубарем по проезжей части. В Сингапуре люди чудом выжили после удара фуры. Она врезалась в грузовик с бортовой платформой, в которой находились шесть рабочих. Люди выпали на дорогу. Четверо быстро поднялись, двое получили травмы. Но все остались живы. На озере Сент-Клер прогулка на яхте оставила массу впечатлений для парочки влюбленных. Но правда не совсем приятных. Корабль мужчины и женщины неожиданно начал преследовать нетрезвый рыбак на своей лодке. Дело закончилось тараном. Агрессор с разгона едва не заскочил на палубу яхты. Странный инцидент, который не прояснился даже в полиции. Мотив своего поступка нарушитель так и не объяснил. Один человек погиб, один ранен в результате извержения вулкана на итальянском острове Стромболи. По сообщению пожарной службы сицилийской Мессины, пострадавшими были туристы. Сейчас со схлона горы стекают два потока лавы, которые стали причиной нескольких возгораний. Ученые сообщают, что в Стромболе активный вулкан, который проснулся давно и не затухает вот уже несколько десятилетий. Суперторнадо пронесся по китайскому городу Кайюань и оставил массу разрушений. Разбиты окна домов, с корнем выкорчеваны деревья, перевернуты автомобили. Торговые места в центре города стерло с лица земли. Есть пострадавшие. Торнадо бушевал всего несколько минут, но причинил немало бед и стал главной новостью местных газет. В некоторых районах смерть стал причиной отключения электричества. И напоследок гонки на велосипедах по ледяному горному склону. Во Франции состоялось очередное состязание на самого ловкого и быстрого байкера, способного покорить адский спуск. У гонки и название говорящие – гора ада. Как видно на кадрах, стоило одному спинчаку потерять управление, как следом попадали и остальные. Травмоопасное занятие, но каждый год почему-то привлекает сотни людей, желающих поучаствовать в заезде. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова